салют друзья у нас сегодня на завтрак сырники ой стреляют вот такие вот румяненькие у меня получились одной рукой неудобно подцепить не могу погода шикарная сейчас позавтракаем и уедем саша уже кушает на террасе вон там в своем уголке девочки гуляют загон у нас на даче остался теперь они у нас в свободном выгуле пастух игры кесси надо обучить зайдет зайдет я думаю в определенных кругах да но они ходят с этим путинку вы видите одна там другая здесь на солнце как-то не сильно они хотят выходить кейся ты тоже учись пасти девочек ты и барашек а собака точно пастух же собакой какой барашек таня ты чё пастухов не видела не не видела вареники горели положила новые болтаю с вами и забыла фу и какие ли вареники сырники короче а чё я говорю не видела я сама посла не барашков коров веришь я раньше на лето ездила в белоруссию да и там как там вот в деревне они же на поле ковров ведут коров и там они как бы в такой огражденной территории на поле то но и каждая семья там какой-то день смотрит то есть или неделю даже ну как бы поле поле большое территорию ограждает определенную мы допустим сегодня они здесь там или сколько-то дней пасутся потом переносят в другое место немножечко вот это вот ограждение но оно такое большое и там будочка такая внутри не помню целый недель не целый но по приколу было ну там чё пасти они сами пасутся но конечно а потом в конце дня их отпускают и они идут домой надо наверно там регулировать чтобы они как бы в нужном направлении шли меня бабушка просила пойти забрать с поля коров они были на цепи просто надо было пойти забрать вечером привезти но как бы тоже надо было пройти но они умные умные мои тоже колышек вытащишь домой да и мы с подружкой тоже вечером ходили встречать коров идешь с хлебом ну и ждешь стоишь смотришь коров целая куча идет они уже знают кому идти все дорогу домой хорошо знают и вот чем дольше они с поля идут тем меньше хлеба у них остается ну смысле у меня для них да такой вкусный кирпичик свежий да прям захотелось сейчас они там гуляли сами сюда пришли травы здесь вкусные нет у нас по низу такую даль сетку сеточку здесь вот на продаются такие колышки деревянные но и сеточка сеточка такая полупрозрачная или непрозрачная такая ну такие да вот им раздолье представляешь по всей территории бега и акса сюда тимур нашел тоже земляника саша нас здесь на террасе а мы говорили никогда не видели никогда не видели здесь под носом не видели на самом деле реально не видели раньше вон есть ягодка я листики эти видела но ягодки ни разу но мы скашивали террасу раньше я приезжал с косилки весной и скашивал вот потому и не было они тоже цветочки спасибо вот нам говорят террасу скосите там посеете травку газончик наоборот круто ну такой диковато где-то земляничка где-то папоротник где-то орешек растет ну да единственное что вот местами лоди лысая подсела бы еще если честно это как бы так по факту интересно по-своему тоже съела земляничку а соня мы на озере как вы поняли сегодня тимур с нами справа сколько людей это вообще просто в общем мы с сашей на такой возвышенности возле возле душевой расположились и решили дальше даже не идти не пытаться найти но потому что мы приехали в обед самый разгар у нас вечно долгие сборы приехали в пятером вот артем с подругой милана с ними мы пошли в воду тимур отказался муру в театр нам но первых театр надо да чтобы нам про не срываться раньше да и он так сказать откровенно и не хотел он ждал пока мы свалим из дома чтобы засесть гаджета так уж если я купальник не брала саша сегодня в плавочках мне артем сказал что там ну до сюда где-то говорит зайдешь в воду еще ничего а дальше говорит под ногами и на какая-то болотная в общем он где дальше не хожу я плаваю иначе противно а я-то плавать не умею до представляется до сих пор кстати я подумала саш но уже тоже не первый год думали на год 2 может мне потом записаться на курсы плавания вообще жизни надо наслаждаться надо брать по максимуму я вот сидела сидела что-то думала знаете в голове есть такие идеи а может вот это попробовать а что если вот это и все как-то не решаешься то нету времени тут денег на какие-то такие моменты жалко а потом вот думаешь да действительно все-таки вкладывает нужно в себя в плане развития до любого и плане развития и в плане эмоций то есть путешествие обучение это то что в любом случае останется с тобой да что бы ни случилось вот допустим взять ту же ситуацию там с войной сейчас на украине да люди многие бегут побросали все да а свои знания это по любому всегда возьмешь с собой впечатление эмоции это все останется у тебя никто не заберет и ты не потеряешь так что я хочу теперь доучиться своей стихии реально хочу стать хорошим специалистом почему нет понятно может быть я не стану там каким-нибудь там уже продвинутым хотя кто знает да но допустим дайте до такого уровня до станет не стану но не сначала но дойти до такого уровня когда ты вполне себе вот таким образом обеспечивающий живешь хорошо я думаю что вполне можно и мне кажется мне еще сорока нету но мне кажется что даже в 40 не поздно вообще такое начинать смысле поздно и 50 не поздно я говорю что даже и 40 не поздно и 50 я знаю люди которые даже на пенсию уже выходя начинаются подобного рода обучения и зарабатывают на этом деньги так что люди вкладываетесь свое образование не жалейте на это денег потому что все время так знаете это знаешь не все могут совмещать работу с учебой у тебя просто есть время на учебу и славу пользуйся но не все же могут кто-то пашет реально по 10 часов в нем там где когда ему учиться выдох руки пернуть дома я думаю знаешь что зависит от того насколько ты сильно этого хочешь но я думаю так если бы ты пошла по полной программе то кто знает послали я знаю что есть такие люди которые очень целеустремленные и вот готовы там днем работать ночью учиться подойти до своей цели я восхищаюсь такими людьми но это еще и условия мотивирует знаешь художник должен быть голодным говорят когда тебе реально очень надо ты очень хочешь там куда-то уехать другую страну или развиться или зарабатывать мотивация часто нужна где ее брать человек когда он запаханный тогда с утра до ночи работает где ему взять речу хотя вот это тоже должно мотивировать да с одной стороны а с другой стороны нужно семью кормить питаться ну короче круто такой замкнутый вот из него выйти тяжело человеку и физически и морально поэтому та не правильно говорить нужно делать это нужно заставить себя выйти из этого круговорота хорошо а также если взять финансовые допустим возможности также то что я учу это все можно найти бесплатно и учиться бесплатно да вопрос только что тебя уйдет возможно на это больше времени и сил и ты можешь сдаться от того что у тебя ну не получается ты не находишь не у кого спросить совета проверить там а вообще люди учатся такому и бесплатно сами это такая сфера где диплом в принципе не важен важны твои знания то же самое как саша монтирует видео да я говорю захотел бы куда-нибудь устроиться да или там как-то себя продать вот услугу свою в этом случае диплом не важен он может просто отправить то что он умеет показать и люди уже исходя из этого оценивают годится им не годится вот опять видишь у меня все нормально мне как бы сейчас финансово никак ничего не парит все стабильно поэтому это меня не мотивирует закинуть где-нибудь сивишки там попытаться стать фрилансером и монтировать кому-нибудь там классные видео а было бы наоборот я мог бы тут заняться доводи как пинок такой должен быть сидел бы дома себе монтировал для кого-то ролики классные там рекламные клипы все в пинок вообще всем нам иногда нужно хорошего пинка да надо заставить себя самому дать этот пинок если вдруг жизнь тебе преподнесла какой-то такой нежданчик неприятный там потерял работу или еще что-то воспринимая это как знак что нужно двигаться с другой стороны я вот сейчас не монтирую ничего не делаю но зато я с другими делами который цель тоже очень важны и сейчас надо вести до конца вали потом узнать вот но как бы тоже привести ты расставляешь в общем у каждого своя ситуация у нас перекус бутербродик вчера колбасу который купила милана не хочет колбасу а мне вкусно и вкусно она видите прям видно из кусочков мяса они все подряд перемолотые непонятно что даже сало вон есть бумаги туалетной нету должна быть технологии до приготовления не знаю использованы или нет неожиданно да я у мамы в гостях ехали мы ехали с озера позвонил тимур и говорит тимур а мама говорит сегодня милане тоже нужно в театр не только мне а я что-то если честно спросоне не прочла я знаю что у тимура сегодня театр и нам все время присылают напоминание какой-то группы театр со стальки до стальки и про всякие другие игрушки это кофемашина вот я почему-то не посмотрела что и старшая группа и младшая и короче видим из театра и как раз недалеко мимо проезжали и тимур позвонил и мы его прямо так вот и доставили туда у меня правда сверху только купаль вверх от купальника ну так и пошла как есть в общем и мама то тут недалеко не при саша завези меня и чай попью как раз я заберу и песочком прогуляемся как раз будет опять у меня повод пойти с песочком ну и как тут мамы наделись и не посидишь чайочек какой у меня чайочек ну что ты мне там заварила ромашку мама шикует масло с труфелями видишь говорит вкусно говорит попробуй пробовали такое где-то а в эдаке брала вот написано же я нет мам я такой не пробовала я не шикую пирог испекла вот только-только да и конечно же белочка от нашей лаймы белочки кусочек это съем наверное блин вот так и есть домой муж мой сидит сало фигачит с хлебушкой с капусткой бедные не кормлены я говорю на же котлетки есть холодильнике сырнички солны капусткой вечер будет веселый сплошное веселье не жизнь поедем поливать огород а саша все на террасе и все девок выгуливает ох уж эта жизнь пастуха серия не так далеко одна от другой это когда это заметит что ее нету начинает пищать да и соня бежит серьезно ничего себе а смотря на папоротник есть что ли вон там вот у нас папоротники вон там соня такие хрёсенькие полила огород хотя знаете вот пару дней жара стояла когда вчера мы не поливали по моему что сегодня весь день не скажу что очень сухая земля была собрали всякую просрочку в холодильнике давно не заезжали там много чего залежалось повезем сейчас выбрасывать думала идти с дачи пешком домой уже время 9 часов это даже не знаю и хочется и как-то пешком идти поехали 10 тысяч не находила 9 чем-то всего или сколько даже 8 9 400 сколько-то но я по квартире еще нахожу ладно все закрыли погнали надо приезжать каждый день 8 вечера примерно хорошо вечером как раз солнышка уже нету можно поливать так прежде чем я пойду в ванну я хочу поздравить диану у которой день рождения я знаю она нас смотрит дианочка поздравляю тебя с днем рождения огромного тебе счастья крепкого здоровья удачи во всех твоих делах и начинаниях поздравляемся и нашей семьей обнимаем крепко всего тебе хорошего а с вами друзья мы прощаемся уже до завтра всем пока